Также используются градирники, которые используются для охлаждения циркуляционной воды, которые используются для охлаждения меня. Небольшой экскурс в технологию работы самого мощного предприятия Благовещенска для Валентины Калиты не обязателен. Опытным взглядом Ио Мэра сразу оценила. Работа на ТЭЦ кипит сразу в двух направлениях. Строят вторую очередь и готовятся к зиме. Главное, что наша ТЭЦ, городская, которая практически обслуживает 85% населения, мы видим сегодня, они готовятся к зиме, они заинтересованы в том, чтобы графики всех работ были своевременно реализованы. Сейчас на ТЭЦ ремонтируют тепловые сети и основное оборудование. Один из котла-агрегатов уже готов. В процессе – турбогенератор. В своей очереди ждут две турбины и три котла. Основная проблема сегодня – это финансирование ремонтных работ, на которые, можно сказать, это несвоевременная оплата амурскими коммунальными системами за должность и по теплу. В целом, ремонтная программа выполняется согласно графику, и проблем к подготовке к топливным сезонам я не вижу. Задолженность ЭКС послужила поводом к инициативе энергетиков стать единой теплоснабжающей организацией. Однако, городские власти уверены, прежде чем принять решение, нужно хорошо подумать. Здесь не так необходимо быстро принятие решений. Ведь в Благовещенской ТЭЦ нет тех подразделений, которые необходимы для обслуживания наших муниципальных собственностей, ну и так далее. То есть, слишком много различных вопросов, а на кону их – это обеспечение населения города теплом. Решение по этому вопросу вынесут после того, как специальная комиссия установит возможность получения ТЭЦ нового статуса. А пока у предприятия более важная задача – запустить вторую очередь. Мы действительно обсудили некоторые вопросы, которые у нас возникали в работе застройщика и городской администрации. Это и земельные вопросы, и ход выполнения работ, соответственно, подготовки, исполнительные документации, сдачи объектов эксплуатации. Эти вопросы мы сегодня, во-первых, увидели, ход производства, мы удовлетворены увиденным. Строительство идет по графику. Пробное пускоборудование должен состояться уже в декабре 2015 года. Кристина Добровольская, Денис Лугов, программа «Город».